Есть повод поговорить о апрельских тезисах. Дело в том, что в 100 лет исполняется сейчас апрель, и ровно 100 лет назад Ленин приехал из Швейцарии, в том самом клуберном вагоне, вышел на финляндском вокзале из поезда, получил букет цветов, приветственную речь, пошел в местный городской комитет партии, который находился в дворце Швейцарской, и полностью ошеломил все партийное руководство большевиков. Ну, что он там сказал, большинство знают, а кто не знает, мы через 10 минут к этому подойдем. А начать я хочу с небольшой исторической справки, исторической реварки, которая касается расклада политических сил на момент февральской революции, а именно состояния социалистических партий. Почему именно социалистических партий? Потому что, собственно, полега между радикальным и умеренным февральсоциалистом, это и есть, собственно, сердцевина вот этих апрельских тезисов и дискуссий большевистской партии. Надо сказать, что социалистическое движение в России в этот момент было расхолото, прощеплено на много частей, и были объективные причины этого. До революции 5-го года социалисты выступали частично вместе с либералами, частично пользовались поддержкой либералов финансово-организационной. Потом либералы, увидев, так сказать, ужас русской революции, испугались и отошли от социализма, от даже самых умеренных идей социализма. Но организационность традиционно, тем не менее, считалась неприличной. Ну, там, не дать переночевать в каком-нибудь лучшему социалисту, которому, значит, надо спрятаться от охранки. И в этом смысле, конечно, была такая, на низовом уровне такая продолжалась связь между умеренным крылом, между либералами и социалистами. Ну, или там, например, когда совет, Петербургский совет в 5-м году был арестован, то самые признанные, самые известные адвокаты российские готовы были бесплатно защищать Троцкого и остальных членов Совета. И даже не возникало вопроса о том, что, ну, как бы, деньги там, нет. Это было абсолютно естественно то, что демократы должны защищать социалистов. После поражения революции 5-го года, 7-й, 8-й год, началось размежевание. Размежевание не только между большевиками и меньшевиками, которые на подъеме революции 5-го года, в 6-м году и так уже чуть там не объединились, и какие-то съезды организовали, но и во всех фракциях произошло размежевание. И основной пункт это было именно отношение к либерализму, к либеральной интеллигенции. В результате выявилось, у большевиков, как известно, у них откололось слева крыло, это, так называемое, отзаянность, да, у начальский, богданов. У меньшевики раскололись на несколько фракций, ликвидаторов, которые вообще отрицали подпольную работу, и центристское крыло из Чхидзе, Террителе, более умеренно для Кулуприханова. Но по-настоящему, по-настоящему, по-настоящему разделом, по-настоящей экологической точке стала война. Те разноклассия, которые казались преодолимыми, во время, с начала войны, они стали абсолютно неразрешимыми. Почему? Потому что во время войны ты не можешь занять никакую премежуточную позицию, хотя нет, ромка удавалась. Либо ты поддерживаешь свое государство, поддерживаешь царизм в войне, либо ты занимаешь антивоидную пацифистскую позицию, либо ты занимаешь вообще позицию ревизионного прораживства, как Ленин. И вот что происходит со всеми партиями. Надо сказать, что и среди большевиков было много оборонцев, людей, которые поддержали Россию в Первой мировой войне, а среди большевиков таких было большинство. Собственно, Приханов знали когда-то узкомарксизм, замену ультра-оборонческую позицию. Терептели был оборонцем, ну, Чхиидзе более умеренной. Марков был интернационалистом, он был в Кенталии, в Табербальде. Троцкий был еще левее, да, это была межрайонная группа. Троцкий уно-очаски. А дальше, собственно, шли большевики. И вот, да, и то же самое произошло с СССРами. СССР тоже раскололись. Умеренное крыло приняло участие в выборах в Четвертую Государственную Думу. Это стали трудовики, это керевские, это чистые обороты. А радикальное крыло, собственно, умеренное крыло, ну, было еще крыло пацифистское, Чернов, который возглавлял, да, и было радикальное крыло, которое потом, собственно, стало Леонид СССР, и там Алексинские все остальные. Вот. И вот в этот вот абсолютно расщепленный такой политический спектр Петроградо зимы 16-17 года. И сюда, надо сказать, что эти люди, они не то, что они, наверное, враждовали друг другу, нет, они иногда встречались, пили чай, беседовали. Это было странное время, и была странная эпоха. Дело в том, что охранка перестала хватать революционеров, как это было там за 20 лет до этого, решил, что лучше их контролировать. Поэтому все организации, брючевиков, СССР, брючевиков были абсолютно инфильтрованы провокаторами, инфильтрованы агентами охранки. На каждом базе забрания, где было хотя бы 10-15 человек, обязательно было два агента охранки. Потому что каждый писал отчет, и они должны были совпасть. Поэтому арестовывать, ну, как бы, было сложно уже, из-за, так сказать, чтобы не провалить агентуру. Поэтому, ну, как бы, осталось некоторое небольшое количество большевиков в Петрограде. В первую очередь, это Российское бюро Центрального комитета, это Шляхников-Залубский. Потом Петроградская организация, где в этот момент важную роль играл Молотов, собственно говоря, да, ну, и целый ряд других людей. И это было, собственно, более даже левое крыло. И была Петроградская организация, была Выборгская районная организация, которая была даже более влиятельной, чем Петроградская, из-за того, что в ней было меньше провокаторов. То есть их вообще не было, потому что они росли, как бы, вот, отчетного схода в Петроградской организации. И вот происходит революция. Но я не буду. Мы уже много раз собирались, беседовали о февральской революции, о том, как все там происходило. И поэтому я специально здесь сделаю паузу, потому что иначе это у нас зайдет час. Я здесь сделаю паузу. И вот, собственно, происходит революция. Создается Совет рабочих депутатов. Рабочие выдвигают своих представителей, создается орган власти. И то же самое делают солдаты. Солдаты менее организованы, как ни странно, вроде армия, да, но поэтому их оказалось даже больше в Советах, потому что рабочие очень четко считали, значит, отскольки представителей и так далее. А что касается солдат, то там, как бы, команды, многие небольшие выбирали представителей в Совет, он связан в Совет солдатских депутатов. Это две... Совет, он состоял именно зону из двух частей. То есть был солдатский комитет, рабочий комитет, солдатский числа был больше. Собственно, иногда они собирались вместе на пленарном заседании, иногда заседали по частям. Заседали они в Тавричество два акция. Кто возглавил Совет? Ну, известно, как все, да, что февральская революция выдвинула в первую очередь в первые ряды, это умеренные элементы. Причем даже в тех партиях, где их, казалось бы, до этого было очень мало. Например, эссеры в Петрограде были очень левыми. Организацию возглавляла Эксенский, который, на самом деле, был левый север, очень радикальный. Потом он пошел... В Адрике был одним руководителем ЧК, возглавил антибешевистское восстание в СССР в Москве, был расстрелян. Но это, как бы, ни в кое время не уменьшает, где было крайний радикализм и интернационализм. Но, ну и, как бы, большевики, в принципе, были в городе более влиятельны, чем меньшевики. Но, конечно, за изъятиями. Дело в том, что оборонцы у них был орган, военно-промышленный комитет, выдался его Гвоздев. Это умеренные социалисты, которые оказали вместе с предпринимателями, как бы, оказывали помощь в производстве оружия. Это был такой орган, как бы, классовой солидарности в условиях войны. И вот этот орган, он очень сильно поддерживался работодателями, то есть заводчики. Они, на самом деле, не увольняли членов этого комитета, всячески его поддерживали. Были выборы в этот комитет. Большевики пытались саботировать его работу, иногда успешно, иногда нет. Но, тем не менее, вот этот новый орган, он действительно сумел добиться некоторой известности. И, собственно, во время Февральской революции его руководители были арестованы, так же, как было арестовано руководство большевистской партии, городской комитет. Это было все в планах, так сказать, в планах царского режима по защите столицы. Все знали, кто где находится, и всех арестовали. Но, собственно, в тюрьмя они провели один день, на следующий день их освободили, и буквально на руках не сшли в Таврический дворец, где они, собственно, и стали руководством Совета. Ну, есть разный подход. Некоторые считают, что большевики, они были на выборской стороне, руководили уличные бояры, штурмовали полицейские участки. А в это время надо было бежать, значит, в таврический дворец, пока не поздно, на законную позицию. Ну, это, конечно, вот эти элементы иронии, хотя право состоит в том, что, конечно, надо осознавать, что в рабочих районах не было телефонов, но, как бы, коммуникации были крайне затруднены в это время. И, например, Шляпников, который был формальным руководителем городской организации вообще во время революции, очень плохо представлял, где кто находится, то есть какой-то планомер для работы, ну, только на выборской стороне она была, просто потому что там еще и было много, ну, как бы на многих заводских, не на этих заводах были организации по 30-40 человек, и при такой плотности, конечно, они в прямом смысле слова могли докричать друг до друга, послать посыльного и так далее. Ну, вот, революция произошла, возникает Совет, возникает грименное правительство, временное правительство, которое создают обломки распущенной царем Государственной Думы. Это буржуазное правительство. Почему Совет поддерживает временное правительство? Это очень просто. Дело в том, что программа всех социал-демократов и большевиков, и меньшевиков, она, вообще говоря, строилась на том, что есть программа мыния, но программа максимума. Ну, про Румынию включался построение парламентской демократической республики. Ну, и, собственно, вот, эта республика строится, и первым ее шагом должны быть выборы в учительное собрание, а, собственно, провести эти выборы, и должен вот этот вот, вот это вот временное правительство. Ну, плюс, идет война, без правительства совсем как бы нельзя, голод, там, надо везти хлеб в Петроград. Понятно, все понимают, что какое-то правительство нужно, и вот, везде, есть временное правительство. Его поддерживают и все фракции, на самом деле, социал-демократов, и социалистов. То есть, эсеры в это время сильно меняются, потому что огромное количество буржуазии, мелкогуржуазных слоев города, оно вливается в партию, это, так называемые, марковские эсеры, и партия эсеров совершенно меняет свой баланс, то есть, правое крыло в партии численно оказывается во много-много-много раз больше, чем левое. Это сыграет важную роль во всей истории русской революции. Но, что происходит, собственно, в Совете? Ну, Совет заводов делегирует двух человек, там, на скольки-то тысяч, по-моему, с 500 человек, значит, кроме того, в исполнительный комитет кооптируются представители партии по два человека, вот, про партию, ну, на самом деле, не от партии, а от фракции, потому что, ну, вот, два человека, три человека, большевиков, три большевиков, СССР, так далее, вот, это, оказывается, Шляпникова, Зоорудский, ну, в общем, все как ожидаемо. И надо сказать, что большевики, они инстинктивны, первая реакция питерских большевиков, крайне насторожены по отношению к временному правительству. Ну, потому что временное правительство, все, что оно делает для рабочих, это демагония, война до победного конца, это ключевой вопрос, рабочие его не хотят, солдаты воевать. Ну, те, кто в Петрограде тоже уже не хотят. Как бы, идет массированная агитация с целью вернуть боеспособность армии. И, собственно, первая реакция, это, ну, критическое, очень, отношение к временному правительству, реакция Петроградского комитета. Надо сказать, что Ленина в этот момент Петрограда, как вы понимаете, нет, он в Швейцарии, и он не может вернуться в Россию. Как и многие другие политэмигранты, дело в том, что Франция не пропускает, ну, как бы, революционеров в Россию. Почему? Потому что французское правительство, так как английское правительство, менее всего хочет, чтобы прожекция оказались, участие новой оказались в России и прекратили войну. Ленин не может. ехать. Ну, и как и у Марта, кстати, один из интернационалистов и интернационалистов не может ехать в Россию. Троцкий едет в Россию из Нью-Йорка через Галифакс. Это Канада, Канада тогда английский доминион. И его арестовывают, высаживают с теплохода и более месяца он проводит в концлагере, пока, значит, его не удается дипломатическими методами совету добиться его освобождения. В это время первыми в городе оказываются сыны. Ну, не все. Те, кто были созданы уже очень далеко, они набирают сейчас-то и полтора месяца, поскольку уже доход, ну, когда литерат сошел. Но, в основном, те, кто сумели быстро добраться до железной дороги, вот они уже здесь. И в первую очередь, все из большевиков, это, собственно, делегаты, это, собственно, депутаты четвертой государственной думы, это Муралов и так далее. И это люди, которые проходили по одному делу с ними, это Каменев и Сталин. Ну, значит, большевистская фракция проголосовала против военных кредитов, была за это арестована и сослана в Сибирь. И вот они возвращаются, триумфально возвращаются, значит, с мидингами на каждой станции, очень быстро оказываются здесь, где-то 15 марта. И, значит, оказавшись в Петрограде, они резко меняют линию большевиков. Ну, все мы знаем, что Каменев был достаточно умеренным политиком. Что же касается, собственно, Сталина, то он тоже в этот момент придерживался, но особенно они проехали по России, видели тот энтузиазм масс, направленный в первую очередь на единство социал-демократии, на установление буржуазной республики. И, собственно, курс партии меняется. Фактически речь идет о каких-то поддержке временного правительства и даже о каких-то отдаленных планов слияния с мишевиками обратно в одну партию. Но не все так просто. Ленин не может вернуться в Россию, но он пишет письма. Эти письма становятся известны как письма издалека. Пишет, что он их вовсе не товарищам по партии, а непосредственно партийную газету «Правда», которая начинает как раз в эти линии выходить. Но «Правда» эти письма не публикует, потому что то, что пишет там Ленин, разительно расходится с линией газеты, с линией, ну и с линией партии тоже. Ленин категорически выступает против поддержки временного правительства. Против учительного собрания он не выступает, считая этот вопрос, ну, скажем так, несущественным. Ленин первым заявляет, в России установились двоевластия. Есть две власти. Есть настоящая власть Совета снизу, особенно это касается Патерограда и Москвы, без Совета привычек на качестве. Которые контролируют все. Ничто не может произойти без воли Совета. Нельзя напечатать газету без воли Совета. Нельзя отправить эшелоп куда-нибудь на фрон без воли Совета. Без воли Совета здесь не поворачивается ни один железнодорожный ни одна железнодорожная стрелка. Вот. С другой стороны есть временное правительство. Временное правительство, которое является формальным органом власти, которое заседает, ведет переговоры с союзниками о том, что союзники требуют от них немедленного наступления на Германию, на Австрию, усиление войны, потому что для того, чтобы не дать оттянуть части с Германии, с Российского, с Восточного фронта на Западный, где в это время союзники терпят поражение. и собственно вот эти две власти они сложно вовремя существуют, то есть Советы пишут действительно декреты, очень радикальные иногда, например, знаменитый декрет о правах военнослужащих, который отменяет собственно смертную казнь в окопах, отменяют военно-полевые суды, отменяют отдание чести и всю вот эту собственно говоря армейскую структуру. С другой стороны война не прекращается. Естественно противоречие оно есть и противоречие по-настоящему человеку, который он не понимает, оно не устранимо. Невозможно невозможно сочетание Совета солдатского, который хочет мира, хочет ехать до выделения земли и собственно говоря правительство, которое ведет войну в этот момент через военную свою, через офицеров и так далее. Временно проект предлагал очень сложные методы как с этим бороться. На самом деле авторитетные революционеры первую рощу там были сами когда боролицы, они становились комиссарами, значит ехали на фронт и потрясаясь своими следами от кандалов, значит это рассказывали солдатам о том, что необходимо и дальше воевать с немцами. Ну как бы когда-то это действовало, когда-то нет до какого-то момента. А собственно говоря, советы, ну как бы они ставили свою целью, собственно, именно руководство советов ставило свою целью. Ну основной это собственно говоря создание проведение учительного собрания учительного собрания, ну эсера собственно расчетили на нем победить на учительном собрании создать свое правительство. Ну меньшевики тоже считали, что они наберут много голосов, то есть вот такая до время до собственно до проведения выборов бюджетного собрания кто ничего делать не хотел. Ну землю в первую очередь делить. Дело в том, что в России христианская страна, мечта каждого российского христианина это получить наконец свой кусок земли. то есть кусок у него был, который дали преформу, его деду дали преформу 61-го года, но это было мало. Собственно говоря, у помещих осталось много земель, которых приходилось арендовать. И собственно получение этих земель это и была историческая. Мечта христиан, мечта за которые в пятом-шеестом году жгли садьба, и в семнадцатом году тоже жгли. Но есть проблемы с проведением земельной реформы. Понятно, с начала земельной реформы христиане в серых шинелях, то есть те солдаты бросятся домой делить землю. Поэтому СССР партия земельной реформы на самом деле это единственное, что она предлагала. На самом деле СССР как большевист по социализации земли, но в общем. По сути дела фактически это был черный передел земельной реформы. И вот эта собственно партия она не проводит, отказывается от уволнения непосредственных требований солдат-крестьян вместо этого утверждительное собрание. И Ленин чувствует чувствует огромные возможности. Огромные возможности. И использовать то, что власть в руках Совета. Пока Совет не разоружен, Советы вооружились, рабочая милиция, Советы захватили арсеналы, солдаты давали оружие, почти все. На каждом заводе была рабочая милиция, которая насчитывала 10-15-20-30 процентов рабочих. Это сотни людей на высшемстве Петроградских заводов. И Ленин рвется в Россию. Это очень сложно, потому что непонятно, как проехать. Он вступает в переговоры с немцами, через посредства Латтона, лидера ярого крыла. Швейцарский стал демократией, он договаривается с немцами, его проедет закломбирован на Волонию. То есть, без коммуникации с немцами. Тут было две причины. Во-первых, чтобы тебя не экспедитировать, во-вторых, чтобы немцы не хотели, чтобы они видели какую-то пропаганду антивоенную тоже. И вот они приезжают в Швейцарию, в Швейцарию, через Герландию, и в Паранию, а потом через Финляндию приезжают в Петроград. Грандиозная встреча на Финляндском вокзале. Цветы, все. Но он абсолютно обескураживает всех очевидцев, которые того же Сухану, все, кто видит. Потому что он настроен очень решительно. Очень решительно. И в 20-х Шисинской он, собственно, выступает с антрелинскими тезисами. Они из нескольких изложений. Он несколько раз все пересказывал. Сейчас мы поговорим о тезисах. прежде всего надо сказать, конечно, большинство руководства партии было категорически против. Во время первых голосований Ленин был в подавляющем, почти в абсолютном большинстве. Именно тогда Ленин сказал свою такую фразу «Если партия не пойдет за мной, я пойду к матросу». Фактически это было заявление о том, что партия будет расколота немедленно, и он создаст на основе левого вертикального крыла другую партию, собственно говоря, которая под революционными, под революционной программой будет действовать. Это вызвало шок. Шок по целому причин. Во-первых, умеренные крыло партии, камень и сталь были в большинстве не ошарашены тем, что Ленин выступал абсолютно не с ленинских позиций. Дело в том, что Ленин не был левым крылом российской стал-демократии, и раньше левое крыло и строительство стал-демократии тяготило к родине Люксембурга. Ленин был более уверенным, к межородной арене, к Каучскому. И Ленин сам никогда не заявлял о том, что в России возможно диктатуру пролетариата непосредственно. В отличие от, собственно говоря, Троцкого, например, который заявлял о гормонентной революции, то есть о том, что невозможно непосредственно в ходе революции становление диктатуры пролетариата. Ленин, у него была другая концепция, он говорил о совместной диктатуре пролетариата и крестьянства. Проблема состоит в том, что крестьянство в России во много-много раз больше и понятно, что при любом устройстве такой диктатуры крестьянство окажется доминирующей силой. Ленин не считал, на самом деле, что до 17-го года, я имею в виду 14-е, 14-е, дискуссия велась после революции 5-го года на эту тему непрерывно. Возможно ли пролетарская диктатура в России? И вот теперь Ленин оставляет свою позицию и заявляет «Да, пролетарская диктатура пролетариата возможна в сегодняшней России». В чем состоят собственно апрельские тезисы? первый вопрос, первый тезис это тезис о войне. Надо сказать, что отношение к войне у рабочих, у солдат особенно было неоднозначным. С одной стороны, действительно, было огромное настроение за окончание войны. С другой стороны, социалисты умеренные, они проводили политику о том, что сепаратно нельзя заключать с Германией сепаратный мир. Почему? Потому что это будет предательством союзников. Потому что тогда войска были переброшены на Западный фронт, после этого потерпят поражение Англии, Франция. И после этого Германия, используя свои возможности как в войне, она обязательно раздавит демократическую Россию и установит свою общеевропейскую гегемонию. Вот такая схема. И действительно, особенно неграмотные солдаты величина такую пропаганду. Они считали, что почему нельзя как-то всем сразу договориться. Почему нельзя договориться там и англичанам, и французам, и немцам, и русским, если что-то так удалось, хорошо все получилось. Ну, проблема очень простая. Дело в том, что если в Германии в действительности действительно русская революция оказала большое влияние на политику, а именно впервые германские депутаты Рейхстада, социалисты, социал-демократы, они собственно в апреле 17-го года впервые голосуют против военных кредитов очередных. Таким образом, умеренное крыло германской социал-демократии, а не умеренное крыло находится в премьере и в этот момент в качестве заключенных умеренное крыло заявляет, что тем самым, что оно требует прекращения войны в форме каких-то там переговоров с Россией, с чего-то такого. Но, конечно, ни Франция, ни Англия, которые ждут, не дождутся вступления Соединенных Штатов в войну, это вступление обещано, Соединенные Штаты готовы принять участие в войне, одна проблема, они не готовы. А именно, Соединенные Штаты гигантская страна с гигантским населением, с гигантским промышленным там у него просто нет армии. Ну, как бы, Соединенные Штаты никогда не нуждались в армии, в нормальном смысле этого слова, в европейском. У них были небольшие воинские части, предназначенные для борьбы с мексиканцами, индейцами. Для того, чтобы создать современную армию и вооружить, им нужен год. И, собственно, этот год уже идет. И через год Соединенные Штаты вступят в войну, и, с точки зрения Франции и Англии, судьба Германии будет решена. И в этом смысле ни Англия, ни Франция, ни малейшей степени не хотят, конечно, вести никаких переговоров о мире. А Германия, у нее есть только один путь. Либо одержать немедленную победу до введения, до втупления Соединенных Штатов в войну. А для этого, конечно, можно попробовать заключить парад. И с Россией захватить Париж, выпить союзников, столкнуть английские войска в Ла-Манш. Собственно, после этого, конечно, трудно себе представить, что американцы решили сбываться в Европу. И это противоречие международной политике, оно неразрешимо. И, собственно говоря, Ленин предлагает простой путь. Братания, нет дипломатии сверху, да, дипломатии снизу. Братания русских и немецких солдат на фронте. И, на самом деле, прекратить войну снизу. Второй вопрос, это, собственно, второй тезис. Это тезис о переходе от революции буржуазно-демократической к революции социалистической. Ленин не говорит непосредственно в этот момент еще о диктатуре пролетариата открыто. Связано это с тем, что он уж совсем не хочет пугать своих товарищей по партии, пытаются оставить им какие-то лазейки, поэтому использует он, на самом деле, терминологию о том, что вот у нас есть специальные условия, мы не можем говорить сейчас о социализации захватной промышленности. Мы должны говорить о контроле, о тотальном контроле над капиталистическим производством. Это, кстати, не второй, а пятый тезис. На самом деле, не очень важно. Важно то, что в России есть возможности для легальной работы, и эти возможности надо использовать для движения к социализму. А именно, это он уже говорит прямо, он не говорит о титатуре пролетариата, он говорит о переходе власти в руки рабочего класса, и ключевое слово, ключевое прилагание беднейшего христианства. Именно здесь в его схеме появляется слово беднейшее, которого раньше не было, и, собственно говоря, чуть позже это будет следующий пункт будет развита. третий пункт, он тоже очень важен, никакой поддержки временного правительства. Правительство, которое выступает за грамотическую войну против мира. Четвертый факт, четвертый тезис. Большевики оказались в советах меньшинстве, и, тем не менее, лень ни в коей мере не снимает лозунг опоры на советы. Вот, на самом деле, в германии социал-революции тоже умеренные социал-демократы окажутся, будут контролировать советы. И спартакисты выдвинут лозунг контроль над рабочими комитетами, то есть будут создавать параллельные фабзовковы, параллельные органы на заводах. Но здесь нет. Ленин говорит советы, советы, советы. Мы должны вернуть советы себе в свои руки. Именно этим будет заниматься партия весну, лето и к августу месяцу в Петрограде совет петроградский станет большевистским. Это путь, который, на самом деле, большевики пройдут, но сейчас Ленин утверждает, ни в коем случае не то есть критиковать временное правительство, никакой поддержки временного правительства. Но мы признаем советскую власть, и мы советы, власть советов, и мы боремся за свои позиции в советах. Третье, значит, это, собственно говоря, пятый пункт, пятый тезис. Отказ от парламентской республики. Буржуазная демократия имеет свое политическое выражение, это парламентская республика. учредительное собрание, вы должны создать конституцию, в конституции будут политические выборы, будут парламент и так далее. Нет. Ленин говорит, все, уже есть власть, уже есть органы власти, они называются советы, они уже существуют, все, этого достаточно. Мы говорим, да, там можно, и мы не против выбора учредительного собрания, хорошо, они могут пройти, мы не будем участвовать только для того, чтобы победить, там, якобы, выборах, там, в общем, то, так далее, провозгласить республику Сальников. Потому что мы выступаем за производственный принцип организации власти. То есть власть должна принадлежать представителям трудовых коллективов, организованных непосредственно по производственному признаку. Там, где большинство людей проводят большую часть своей жизни, а именно, ну, активной жизни, пока они спят, а именно на производстве. Также в этом же моменте отрицаются и другие важнейшие институты буржуазного государства. Энгельс когда-то говорил, государство это группа вооруженных людей. Ну, в действительности государство это и есть. Армия, полиция и чиновничество. То есть три, так сказать, составляющие буржуазного машины. Все они должны быть уничтожены, говорит ли. Армия должна быть заменена милицией, чиновничество должно заменяться выборным, сменяемым, сменяемым представителями, которые должны получать зарплату не вышеквалифицированного рабочего. или должно быть сменяемым в любое время. То есть это не парламентаризм, когда человека выбирают и потом он на протяжении четырех лет может делать абсолютно все, что угодно. Нет, здесь ничего такого нет. Собственно говоря, любой представитель может быть оттозан в любой момент. это абсолютно меняет правила игры. Потому что в отличие от буржуазного депутата, который может делать все, что угодно на протяжении четырех лет его избрали, и он дальше принимает антирабочие законы. Здесь нет. Стоит тебе сделать что-то не так, собирается совет, который собственно тебя выдвинул, а ты выдвинул например кировским заводом, или там один из детских цехами кировского завода. И вот собирается совет, а это просто митинг всех рабочих. И они прямым голосованием принимают решение отставить тебя от твоей выборной должности. В огранной программе и вот собственно это расшифровка. Что такое беднейшее крестьянство? Батратские советы. Батраки и соцскохозяйственные пролетариаты. Ленин не опирается больше на крестьянство. Он говорит, мы отбираемся на соцскохозяйственных грилях, Батраков. Это не прокатило в России, где на самом деле это был незначительным, но очень хорошо сработало в Латвии, где он большой. Кроме того, Ленин выдвигает очень радикальную программу земельной реформы, а именно он выступает за национализацию земли, выступает за создание государственных предприятий, общественных предприятий из всех крупных помещих хозяйств с больше ста, больше ста или десяти гектаров. В общем, больше какой-то площади крупных хозяйств должны быть преобразованы, не должны быть разделены между крестьянами, должны быть преобразованы в цархозы, грубо говоря. Это программа, которую Ленин не смог реализовать по разным объективным причинам, к сожалению, сейчас нет возможности на этом остановиться. создание на базе каждого крупного имения от ста до десяти, то есть от десяти гектаров. Дальше. Слияние всех банков в один общенациональный банк осуществлением контроля над ним со стороны Совета рабочих депутатов. Странно почему, собственно, объединение банков необходимо? Это и есть один из элементов социалистической программы. Превращение банка из института кредитования, превращение банка из института финансирования бизнеса в расчетный центр. Если нет конкуренции, они могли, просто расчетный центр. Как теперь это называется расчетно-кассовый центр. И, собственно говоря, пункт восьмой он замыкает вот этот вот блок революционный и говорит, что мы не можем и не хотим ввести социализм. Мы хотим установить тотальный контроль над производством и распределением продуктов. Дальше идут партии. Задачи, которые поставлены перед партией. Это естественная задача. Тут никто против съезда партии конечно никто не выступал. Большевики на протяжении многих лет не могли созвать съезд партии. Они находились в подпорье. перемена программы партии. Это тоже естественно, потому что программа просто устарела. Она была в политической части. Дальше о империализме, империалистической войне, отношении государства. И вот это то, что потом будет развито в государственной революции. Государство коммуны. То есть то, что тот опыт, который Маркс вычленил из опыта парижской короны. Государство без классической бюрократии, полная выборность, полная сменяемость, ограниченность всего чиновничества. Исправление программы минимум. И пункт Г, который вызвал сам очень большую дискуссию партии, перемен название партии. Ленин призывает отказаться термином социал-демократии. Ленин говорит, теперь, когда шейдерманы едут предали революцию, мы не хотим больше называться словом социалисты, социал-демократы. Мы возвращаемся к термину коммунизма. Мы назовем себя коммунистами. Это вызвало огромное недовольство партии, поскольку люди заявляли, ну вот, вы выбрасываете десятилетия опыта, традиции наши. Почему? Потому что, конечно, все российские социал-демократы были воспитаны на опыте германской социал-демократии. конечно, для них отказ от того, чтобы они раскатывали каталог как идеальная схема, даже терминологии, это, конечно, было ужасное святататство. Ленин был очень настойчив, был своего добился. и, наконец, пункт десятый. Пункт десятый – это создание нового интернационала. Ленин требует выхода, ну, он считает второй интернационал мертвым, и требует создания нового интернационала. Он уже об этом говорил не раз, но важно другое. важно, что Ленин требует разрыва не только с оборонческим правым крылом социал-демократии, не только с Эйдерманом, не только с Нотским, но также и с Центром, с Тургутти, с Каутским, с Макдалом, с умеренными социалистами, которые, собственно, которые были против войны. Собственно, ну, Каутский был против войны, Эйдерштейн был против войны, между прочим, если что. Он говорит, нет, мы против Центра. Центр запятнал тебя тем, что поддержал оборонцев. Не порвал с оборонцами. И Ленин наставил на создание нового интернационала, ну, как с предыдущего коммунистического интернационала, из партий, полностью порвавших с оборонцами и, собственно говоря, вот этот последний пункт когда-то через несколько лет сформируются вот эти знаменитые 21-го слоя коммунистерна. Вот, собственно, то, что я хотел сказать. сформирую. Сформирую. Сформирую.